Начали повестку дня депутаты довольно продуктивно. Без обсуждения приняли ряд вопросов, среди которых и финансовый отчет за первое полугодие. К обсуждениям перешли на вопросе выделения средств коммунальному предприятию теплоснабжения города Одессы, которое давно уже стало одним из самых проблемных. Так, только за этот год на его поддержку было выделено порядка полумиллиарда гривен. Утверждая очередной транш, депутатов заинтересовал вопрос целесообразности и видения перспектив новым руководством. Директор КП заверил, что предприятие убыточное. Только за этот год работы убытки составили порядка 378 миллионов гривен. Большая часть долгов предприятий из-за населения. Одесситы не оплачивают полученные услуги, в результате задолженность достигла 360 миллионов. Компенсировать недофинансирование тепловики хотят поднятием тарифа. Его утвердят после того, как будет известна окончательно утвержденная правительством цена на природный газ. В структуре тарифов стоимость именно природного газа – это величина, которая доходит до 80%. Поэтому это основная величина, которая определяет величину тарифа. Поэтому как только будет принято решение по цене по природному газу, обязательно предоставим расчет тарифа, потому что это основное, без этого дальше ничего не будет. Тем не менее, очередные 86 миллионов тепловикам все же выделили. Еще одним спорным вопросом стало принятие Одесской ТЭЦ в коммунальную собственность города. У предприятий миллиардные долги перед кредиторами, а в судах рассматриваются дела по банкротству. Сегодня нам предлагают принять кота в мешке. Под благовидной целью спасения города нам предлагают принять в коммунальную собственность Одесскую ТЭЦ. Причем еще нет согласия фонда госимущества, еще не прекращена процедура банкротства, еще не сделаны никакие реальные шаги, но мы уже должны принять решение. К чему такая спешка? Самый главный и основной вопрос. Однако депутатов заверили, что решение Гурсовета будет носить исключительно декларативный характер. Прямо сейчас ТЭЦ никто в собственность забирать не будет. Сначала решится вопрос о задолженности, затем город уже возьмет в свою собственность чистое предприятие, чем решит массу проблем. Однозначно ведется разговор о том, что либо это будет регулироваться законом Украины о списании задолженности и поддержке предприятия теплокоммунэнерго Украины, либо это будет списано в части решения и постановления Кабинета министров, которое будет говорить о том, что все долговые обязательства, включая ПЕНЮ, не будут учтены в факте данной передачи. Город Одесса получит чистое предприятие с чистым балансом. Большинство депутатов проголосовали за принятие ТЭЦ в коммунальную собственность. Без скандалов не прошел и земельный блок вопросов. В нем рассматривалось сразу несколько судьбоносных решений. Среди пунктов проекта депутатам предлагали дать разрешение на разработку землеотвода по двум санаториям – Молдова и Красной Зори. Оба учреждения уже давно находятся в плачевном состоянии. Мы сейчас не видим, что там будет, а что там, как мы уже спешим отвезти землю. Для чего? Это уже последняя санатория, которая там доживает. Один уже благополучно скончался в Красной Зори, Молдова уже заканчивается. Оба вопроса предлагали снять с повестки дня, но такое решение не было поддержано. В свою очередь, ряд депутатов заверили, что отводить землю все же надо, чтобы дать территории второе дыхание. Да и бюджет города теряет внушительную сумму из-за того, что собственники не платят за эту землю. Наши решения сейчас, насколько я понимаю, относятся именно к тому, чтобы мы этот процесс начали. И в этом процессе, конечно, нужно учесть вот эти все замечания, которые происходят. Поэтому я уверен, что если мы дадим в качестве поручения эти возможности разработать, именно так мы сможем это вопрос урегулировать. Таким образом, вопрос был принят большинством голосов. Двум частным компаниям дали согласие на разработку проектов землеустройства под санаториями Молдовы и Красной Зори. Кроме этого, депутаты без обсуждения приняли ряд важных для города вопросов. Улица Заславского теперь будет приименована в честь известного одессита Бориса Литвака. Депутаты дали разрешение муниципальной стражи следить за правилами парковки и штрафовать автохамов. И кроме этого, выделили 6 миллионов гривен на нужды правоохранителей. Спецтранспорт для СБУ и экипировку для переговорщиков. СБУ и экипировка для переговорщиков.